Ну, начнем с того, что все-таки он человек. Это не робот, это обыкновенный человек, как все мы вместе взятые. И у него ничего человеческого, так сказать, ну, все человеческое ему присуще. Если человек по какой-то причине, причем такого статуса человек, принимает решение и объявляет об этом на всю страну, первое, скорее всего, он не желает, чтобы ходили кривотолки, либо какая-то искаженная информация. Второе, это президент страны. И его домашнее состояние, его быт россиянам не менее важны, чем его нахождение на работе. Потому что он должен с нормальной, хорошей душой идти с дома на работу и возвращаться домой. И если есть какая-то несовместимость, то уж лучше пускай у Владимира Владимировича произойдет официальный развод, если он этого хочет. Ну, чтобы у него было нормальное работоспособное состояние. И он не мучился из-за того, что, ну, по каким-то причинам, по разным причинам, допустим, он, с моей точки зрения, с прекрасной женщиной, по какой-то причине жить дальше как бы не может. У него действительно, на мой взгляд, есть мужество. Он об этом сказал. Он прекрасно понимает, какая свора сегодня оппозиционных политиков может на него наброситься. Да и уже, в общем-то, начали, как бы, вот эти кривотолки ходить, что, дескать, мог бы и дождаться до конца срока. Все-таки дает какой пример. То есть, ну, это, по-моему, неправильно. Это сугубо его личное решение. И в личной жизни ковыряться, по-моему, не надо. Наши стандарты и европейские стандарты все-таки отличаются друг от друга. Если бы в Европе политик мог себя вот этим шагом похоронить, то у нас, ну, ну, как бы, все-таки, Русь-матушка, это немножко душевное состояние. Понимаете? Все-таки душа в России есть. И поэтому, еще раз повторюсь, ничего человеческое Путину не чуждо. Но мы бы хотели, чтобы у него было всегда хорошее настроение из-за того, что он себя уютно чувствует дома.